Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Люба, и сегодня мы с вами поговорим о гражданском обществе и правовом государстве. Это две очень близкие темы, поэтому мы с вами возьмем их сразу вместе. Но все-таки, чтобы разобраться полностью, мы постараемся с вами разобраться последовательно. Сначала, что же такое гражданское общество, а затем, что такое правовое государство и как они связаны между собой. План есть, давайте теперь действовать. Вначале будем разбираться с гражданским обществом. Дело в том, что первое, что приходит в голову, когда мы слышим это словосочетание, это общество граждан, мол, люди, у которых есть паспорта, которые обозначают политико-правовую связь с определенным государством. Но здесь этот термин играет с нами коварную шутку. Дело в том, что гражданское общество — это не просто общество граждан, а это общество сознательных и инициативных граждан, то есть людей, которым неравнодушна судьба государства, и они хотят улучшить его деятельность каким-то образом. Поэтому под гражданским обществом мы будем с вами понимать сферу свободного самопроявления граждан, где они ограждены соответствующим законодательством от государства, то есть государство не может вмешиваться в их деятельность, диктовать им, что делать, и они будут реализовывать свои частные интересы. Таким образом, гражданское общество — это некая, скажем так, огражденная от государства сфера деятельности, в которой каждый из нас с вами может принять участие и которая складывается независимо от каких-то официальных государственных структур. То есть может ими регламентироваться или контролироваться, но точно не определяться полностью. Для того, чтобы у нас сложилась такая инициативная группа, которая может сама каким-то образом реализовывать свои интересы, ну, например, написать какие-то заявления, выйти на улицу и заявить о чем-то, и так далее, у нас должны с вами сложиться определенные предпосылки, то есть условия формирования гражданского общества. Давайте на них посмотрим. Во-первых, это экономические предпосылки. Чтобы люди свободно выражали свое мнение и отстаивали свои права самостоятельно, у нас обязательно должен быть такой элемент, как, например, частная собственность. Ведь если она будет не частной, то она будет государственной, то есть сосредоточена в руках государства. И это значит, что даже квартира, в которой мы живем, не наша, а, скажем так, нам дали ей попользоваться. Согласитесь, будет очень трудно наставить на свое мнение, выражать несогласие с государством, если мы понимаем то, что мы останемся на улице в случае, если государство останется недовольно нашим образом поведения. Это достаточно логично. Согласны? Ну, а частная собственность, в свою очередь, является основой рыночной экономики, конкуренции и так далее. А значит, это все мы включим в экономические предпосылки формирования гражданского общества. Во-вторых, это политико-правовые предпосылки, которые включают в себя юридическое равенство всех граждан перед закону, независимость суда и тому подобное. То есть, мы должны понимать, что в случае какого-то конфликта или противоречия, мы можем с вами рассчитывать на справедливое к себе отношение, справедливый неподкупный суд и что конфликт будет разрешен действительно в соответствии с буквой закона. А в этом законе будет прописано, что наши права и свободы защищаются. Социальные предпосылки. Социальная предпосылка, по сути своей, всего лишь одна. У нас должен быть большой дельный вес среднего класса. Что это значит? Что в обществе у нас должно быть минимальное количество очень богатых, очень бедных и основную массу должен составлять средний класс. Почему же это важно? Дело в том, что у высшего класса, у богатых людей, у них нет особой мотивации что-то менять. Ну зачем, скажем, они выйдут на улице и будут защищать права угнетенных, если и у них и так хорошо живется. И они понимают то, что не выражаясь согласия, они рискуют потерять свое сытое место. Бедные же люди озадачены другим. У них стоит вопрос, ну скажем так, биологического выживания. Что кушать завтра, как одеть ребенка, как купить ему принадлежности в школу. Ну какие там политические права и свободы, какой там прогресс, какие экологические проблемы и тому подобное. И только средний класс это плодотворная почва для изменений. Потому что у них есть достаточная мотивация, чтобы что-то изменить, потому что им не настолько хорошо живется, но и все-таки у них не стоит насущный вопрос выживания. У них есть и более возвышенные идеи. Ну и в конце концов это культурные предпосылки, которые включают в первую очередь высокий уровень правового образования населения. Ведь если мы с вами не знаем, как грамотно написать жалобу, как зарегистрировать свою партию, как согласовать митинг и так далее, навряд ли мы с вами это сделаем. И только политическая грамотность, понимание своих прав, осознание, как их реализовывать, обеспечат нам грамотно функционирующее гражданское общество. Итак, что должно сложиться, чтобы было гражданское общество? Понятно. Теперь давайте смотреть, собственно, какими же организациями, институтами чаще всего представлено гражданское общество. Итак, это политические партии. Возможно, сейчас возникло противоречие. Вы говорите, Люба, ну ты же заявляла, что гражданское общество ограждено от государства, действует независимо от него и так далее. Но, друзья, не забывайте, что у нас есть не только партии, которые входят в парламент, то есть государственный орган, у нас он называется Госдума, Нижняя палата федерального собрания, но у нас есть множество партий, которые мы называем оппозиционными, то есть которые предлагают альтернативную позицию по отношению к правящим партиям. Например, партия Яблоко на данный момент не имеет места в федеральном парламенте, предлагая другую программу развития общества. И мы с вами, если сейчас решим то, что ни одна из действующих на территории России партий не удовлетворяет наши интересы, нам не нравятся их программы, мы можем создать свою и предлагать другую программу развития общества. Независимо от государства, инициативно, выражаем частные интересы, все подходит. А значит, политические партии являются институтами гражданского общества. Это различные общественные организации, ну скажем, благотворительные фонды, частно созданные, различные кружки по интересам и тому подобное. Все это мы с вами также отнесем гражданскому обществу. Союзы предпринимателей, скажем, общество защиты прав потребителей, ну то есть, скажем так, организации, которые создаются специально для того, чтобы выражать интерес какой-то крупной группы людей. Ну, например, объединенные профессиональными интересами. В этом смысле мы профсоюзы тоже сюда охотно отнесем. Независимые средства массовой информации. Ключевым словом является независимые, то есть, которые говорят и транслируют нам не только то, что их просят сказать государство, но выражают свою независимую точку зрения. Сегодня в век развития интернета это стало как никогда просто, ведь сегодня у нас есть не только, скажем, подконтрольный государство первый канал, но и огромное количество других интернет-каналов, в том числе, которые высказывают объективную и независимую точку зрения. Органы местного самоуправления. Согласно Конституции Российской Федерации, органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Они реализуют власть на местах, такая самая низкая ступенечка реализации власти. У них есть свой бюджет, они могут принимать свои законы и решают вопросы, скажем так, местного значения. То есть, ну, принять новую Конституцию они, конечно же, не могут, но, скажем, решить вопрос о том, чтобы поставить детскую площадку, провести ремонт здания или установить дополнительные лавочки, они вполне могут. И это они делают, друзья, как раз таки вне зависимости от государственных органов, хотя, безусловно, в рамках закона, который они установили. Церковь. Дело в том, что Россия, согласно Конституции, светское государство. То есть, церковь у нас отделена от государства и церковь также отделена от школы. Таким образом, все религиозные организации, вне зависимости от конфессии, религии и так далее, у нас независимы и являются негосударственными. А значит, если они негосударственные, церковь является институтом гражданского общества. Хотя, если бы мы с вами проходили эту тему в какой-нибудь религиозной стране, то есть, где установлена официальная религия, ну, например, в Саудовской Аравии, то мы бы церковь сюда ни за что не включили. Потому что, раз религия официальная и государство, скажем так, слилось с этой церквью, то, конечно же, она будет органом государственным, а не институтом гражданского общества. Гражданское общество выполняет ряд важнейших функций. Давайте разобьем их по категориям. Во-первых, оно защищает граждан от произвольного вмешательства в их жизнь государства. Ну, то есть, скажем так, если у меня есть некая сфера, где я могу решать сама, как поступать, во что верить и так далее, то государство не может сюда вмешиваться. Ну, например, в вопрос о построении семьи. Во-вторых, это то, что гражданское общество способствует формированию государственных органов. Ведь многие политические деятели, например, появились у нас из политических партий, которые, как мы помним, являются институтами гражданского общества. Или даже по-другому могу сказать. Когда у нас есть такое явление, как корпуса наблюдателей на выборах, которые следят, чтобы выборы прошли законно, честно, справедливо и без различных нарушений, они тем самым способствуют прозрачному формированию государственных органов. Вот, пожалуйста. Ну, и в-третьих, гражданское общество обладает другими механизмами, я имею в виду другими, отличными от государства, обеспечению соблюдения норм и правил. То есть, гражданское общество, ну, на тех же самых выборах контролирует соблюдение законодательства о выборах. Вот, таким образом, три главные группы функций, которые выполняет гражданское общество. Ну что, вроде разобрались с гражданским обществом. Давайте посмотрим, что же такое правовое государство. А под правовым государством будем понимать, такое государство, вся деятельность которого подчинена праву. То есть, абсолютно неважно, кто мы. Президент, крупный чиновник, судья или, может быть, прокурор, а может быть, вообще самый обыкновенный человек. Школьник, например, или, вон, преподаватель. Мы все в равной степени подчинены праву. Ни у кого нет никаких привилегий, ни у кого нет какого-то особого права, которым не обладали бы другие. И никакие наши связи, знакомства и так далее нам не помогут это исправить. Вот такое государство мы будем называть правовым. Таким образом, если вдруг вам попадется новостной сюжет, который будет нам рассказывать о том, что какой-нибудь высокопоставленный, например, чиновник совершил, там, не знаю, какое-нибудь нарушение, ну, скажем, превысил скорость и получил заслуженный штраф, то тогда вы можете у себя в голове поставить галочку «Вот оно, доказательство того, что Россия правовое государство». Знаете, я вам расскажу еще такой момент. Дело в том, что наша Конституция, она совсем маленький документ. Туда вынесены только самые важные положения, там не написано все подряд. И так вот, то, что Россия правовое государство закреплено прямо в первой статье. Вы можете представить, насколько это важное положение и насколько серьезно оно определяет деятельность нашего государства, если вынесли не куда-нибудь, а в самое-самое начало. Правовое государство должно обязательно соответствовать некоторым признакам, ну или как это называют еще иногда принципы правового государства. Давайте на них посмотрим. Во-первых, это верховенство права. То есть, ни чей указ, желание или веление не может стоять в иерархии соблюдения выше норм права. Во-вторых, это гарантированность прав и свобод. То есть, ни формальное провозглашение, ну скажем, когда на законе написано «Да, права и свободы есть». Нет, не так, когда они реально на практике соблюдаются. Реальное разделение властей. Опять-таки, слово «реально» значит то, что это существует не только на бумаге, но и на практике также соблюдается. Что такое разделение властей? Это политика-права и теория, согласно которой вся полнота государственной власти должна быть разделена между тремя независимыми, но взаимно контролирующими ветвями власти – законодательной, исполнительной и судебной. Каждая власть представлена определенными органами или органом, которые реализуют определенные функции. Они не могут вмешиваться в деятельность друг друга, но могут контролировать. Ну, например, если законодательная власть начнет принимать какие-то необдуманные и несуразные законы, у исполнительных и судебных есть определенные инструменты, чтобы повлиять на законодательную власть и выправить ее курс. Это создано для того, чтобы исключить сосредоточение власти в одних руках. Ведь вдруг эти руки окажутся не совсем, скажем так, доверителями. То есть вдруг эти руки приведут нас не в том направлении. А если у нас распределена власть между различными государственными органами, то у нас с вами есть все гарантии и все условия, чтобы у нас развитие происходило в интересах всех граждан государства. Следующий признак – это контроль деятельности государства. То есть государство, естественно, делает достаточно много. Принимает законы, распоряжается бюджетом, ну и тому подобное. И это важно, чтобы мы с вами, простые люди, имели инструменты контроля. А вот тут нам как раз-таки и будет помогать гражданское общество. Помните, например, те самые независимые СМИ? Так вот, если государство где-то будет поступать непоследовательно, несмотрительно или, как нам покажется, не в интересах граждан, мы можем как минимум это освещать, а после инициировать и другие социально значимые мероприятия. Ну, например, собрать митинг. Единство права и закона. Это значит то, что право, то есть некие нормы права, основанные на справедливости, полностью соответствуют тому, что у нас написано и соблюдаются на практике. И у нас нет такого, например, что чей-то указ, как бывает в абсолютных монархиях, будет важнее, чем буква закона. И если эти условия у нас будут соблюдаться, то мы с вами смело можем сказать, что у нас сложилось грамотное и действующее правовое государство, которому будет помогать в функционировании гражданского общества. Спасибо за внимание. Встретимся с вами на следующем уроке.